Я пришел в журналистику в 2013 году работал в региональных изданиях, на региональном телеканале, а потом переехал в Алматы и с тех пор работаю в Алмате. Меня зовут Яна Каримова, я выпускающий редактор «Маншук Медиа». В профессии я уже 13 лет, конкретно в «Маншук» я 4 года с самого основания этого издания. Я Крыл Хашко Жабек, мне 22 года, я работаю журналистом-продюсером на телеканале «Гаку». Меня зовут Руслан Сагиев, я главный редактор «Сипи». Я начинал карьеру в 2013 году как спортивный журналист, проводился в разных сферах и теперь занимаюсь лайфстайлом. Периодически у меня возникают мысли о том, что надо бросать журналистику, все без толку. И это в основном происходит из-за того, что ты поднимаешь какую-то острую проблему, начинаешь выяснять, разговариваешь с чиновниками, а в ответ ты получаешь либо отписки, либо пустую болтовню и проблемы не решаются. В моем окружении есть несколько прям классных журналистов, которым пришлось уйти из профессии, потому что она оплачивалась недостаточно хорошо. То есть они ушли в более прибыльную сферу, хотя они действительно делали свою работу очень здорово. Вопрос об уходе у меня никогда не стоял. у меня больше стоял вопрос о приходе. Я думала о том, нужно ли вообще мне это, вижу ли я себя в журналистике. Да, периодически такие мысли бывают, но это ненадолго. мне нравится, чем я занимаюсь. Я думаю, как таковых страхов больше нет у меня, касательно работы журналистом. Потому что когда я пришел в эту профессию, я понимал и осознанно выбрал этот путь. Я знал, что это будет опасно, что будут прослушивать, будут следить, будут писать всякие небылицы о тебе, потому что ты не угодный для кого-то. Я все время боюсь выгореть и списаться, потому что я сталкивалась с такими моментами, они были не очень приятные. Не успеть провалить дедлайны, да? Это, наверное, самый большой страх у меня. Я боюсь, что не найду каких-то тем, каких-то авторов, с которыми произведет соприкосновение у читателя. Это, в последнее время, показалиgrade пиш на «Мечталь» это упраж振киная記а, о которой они увидили My brand love art art «vorfik 때는 не замечает, не смыслеж!» It includes звезды игры на никакой уважнике. Дже facile визит情. Другие удары тут « smack стои%, что этих спортилutos?» На этот проект «DER» Но это предложил эту форму «е allegLS!» « чемτ require you?» Я из мужчин в музее машин verdad? Через дед кассания Бscreen kilometers. субъективно у меня нет никаких страхов именно как журналисты не то чтобы я бесстрашная просто я наверное знаю свою работу я знаю что от меня требуется и всегда пытаюсь ее выполнять добросовестно страх наверное не оправдает чьи-либо ожидания так как своих работах я пытаюсь помочь людям чувствую что могу оказывать какое-либо влияние куда-либо правильно направить людей мужские внушить мысли второй страх возможно уже стать ненужным в этой профессии сейчас мы видим как социальные сети забирают очень большое количество читателей я боюсь ошибиться в материалах неправильно преподнести информацию или приклади все так чтобы я неправильно понял меня в своей работе раздражают только чиновники которые не могут нормально дать ответ которые не могут решить какую-то проблему простую даже и которые игнорируют нас хотя мы являемся как бы посредниками между властью и народом в нашей профессии она ценится не очень высоко нет до конца свободы слова и ты постоянно должен думать как подать информацию чтобы она была и правдоподобна правдива и в то же время чтобы ты никого ничего не задел да и тупым дэв занглух тарова журналистка на занглух тарова менту дам гелмитин арселлер бар или геттинг датуме митин асселер сону барлыган ксарты главный проблеман алп шкасы но сарапа лимон герпо бур жангс из негативный пклдр этот сома заманной когда я прихожу на интервью и вижу что музыкант че песни действительно слушает очень много людей на самом деле не несет себе никакой просветительской идеологии несет просто дичь не становится не по себе не то чтобы я испытываю какой-то испанский стыд просто я понимаю что оказывается творчество не всегда перекликается со внутренним миром человека выгорание такая штука когда ты должен писать материал ты знаешь ради чего его пишешь но нет вдохновения донести свои мысли так как ты хочешь я себе объясняю для чего я это дело и это мне очень сильно помогает к сожалению зарплата у журналиста очень низкая очень очень даже низкая многих редакций нет возможности платить больше потому что у нас к сожалению преобладает коз заказ вместо коммерческой рекламы и поэтому сми платят очень очень мало несмотря на то что в этой профессии нужны профессионал жертвы часто выступают в мое свободное время это постоянно работа по выходным сверхурочная работа в остальном я не думаю что какие-либо жертвы я приношу в хейтом я сталкивался и и не раз уже за столько лет своей работы выработал иммунитет и стараюсь на это не обращать внимание у нас есть темы которые очень задевают наше общество например секс-просвет феминизм вот и и под такими постами после выхода таких материалов у нас да случаются баталии когда люди друг друга в чем-то обвиняют пытаются доказать что там кто-то не верблюд вот но мы пытаемся как-то сглаживать углы и не обвинять людей в ответ а показать что как бы существуют разные точки зрения и поэтому наверное мы существуем джеки вузме материалма махалам махат барахей полган джок у меня на работе есть точнее у моих коллег есть любимая история связанная со мной прошло уже очень много времени больше года но она до сих пор на слуху она связана с одним музыкантом у кого не буду называть его имя естественно но он очень такой хайповый скандальный наводят шумиху был такой момент что у нас пригласили на open air музыкальный и его менеджер сказал у него интервью не берем но я поняла приняла игру окей не берем не берем но по-моему это задело эго того артиста что как с телеканала и я не подошла он подошел сам он подошел сам и начал меня просто провоцировать то есть вот вы интервью берете вы это вы то и я ему задаю вопрос в лоб игру будете давать интервью он начал ломаться и говорит нет не буду сейчас специально осознанно использовать нецензурную лексику в общем я ему указала очень верный путь для него а в этот момент это была моя первая выездная съемка в качестве новичка на канале в этот момент оператор все просто в шоке стоят я сама в шоке потому что я же как бы от лица канала поехала на съемку то есть мне нужно было немножко свой пыл поумерить я поворачиваюсь и сзади стоят два моих начальника и я такая здравствуйте в принципе я поняла что это мой последний день но на самом деле это для них был такой знаете зеленый флаг того что мы знаем куда девать твою энергию и как использовать тебя именно в компетентные скажем так стезе да да это встречается постоянно но с этого я отношусь с улыбкой первое время конечно это было очень больно неприятно я просто не понимал почему я пытался получить другой совсем фидбэк позитив даже если в материал был про негатив то все равно я не понимал почему нет поддержки но я понимаю люди всегда пишут то что им не нравится то что они не нравится они это не указывают страх я чувствовал во время ямварских событий а страх был у меня связан с тем что мы в таких сложных условиях период чрезвычайного происшествия выдадим какую-то фэйковую информацию потому что возможности перепроверить практически не было власти молчат к ней у них получить какой-то комментарий практически было невозможно а выехать проверить на место ну когда прошло уже событие уже невозможно было в тот момент да и в принципе это было опасно страхов как таковых я тоже не испытывала что я не знаю что это было что это было что это было что это было У меня было все время в Альматы-арене и полиции. Я пришла в Торецком Кангуте по полиции, и за ним был очень жален. И я нашёл в Торецком Кангуте и в Альматы начался. Я пришел в Торецком Кангуте и расходил в Торецком Кангуте. Я не испытывал в такие сложные моменты, я испытывал адреналин. Он меня захватывает, мне это нравится. Страх бывает только подвести своих коллег или не успеть дедлайн. Январские события, я их прекрасно помню. Я не чувствовал страх, я чувствовал ажиотаж. Я боялся упустить что-либо из виду. Там идет большая толпа, она кричит, шумит. Я оставался при этом холоден, каких-либо эмоций я других не чувствовал. Хотелось бы сказать, что я такой ангел. У меня нет грехов в журналистике, но нет, случались такие ситуации. Наверное, одна из таких ярких, это я работала еще в начале своей карьеры в одном издании. И мне приходилось писать неправду про звезд Казахстана. Ну то есть выдумывать какие-то небылицы, чтобы поднять рейтинг, просмотр и все такое. Это было забавно. Я помню еще был такой момент, что кто-то из звезд начал спрашивать, кто это пишет, кто из журналистов это делает. А я такая девочка еще тогда сидела, молчала, думаю, а вот это я. Ну сейчас мне за это стыдно. Тогда это как-то было весело, драйвово. И сейчас бы я не стала этого делать, потому что с годами понимаешь, что самая главная правда, которую нужно донести. А вот эта вся желтизна, это не про нас. Субтитры создавал DimaTorzok В 2020 году студент был в результате. В результате сонда бы заказ түсті. Просто тексты, орышша тексты. Сону «Хазақшы», «Алдарап беру көрек». Ал ол орыша мэтин не болды. «Ол орышша» мэтин не болды? «Назарбайфтин» стекен «Энбектери», «Шегер хаммызды», «Шегендеген», «30 жыл еліміз тұрғызған» осын да осын да. Акша керек болуын ими, сону алып беру мен студент вақытмы. תחед excusikan керек болуын • Нет, но был момент, когда я писал материал про Акимов, составлял рейтинг Акимов лучших и худших в одной области, после того как уже материал был заверстан поступил звонок самого верха то есть владельца издания он попросил перетасовать одного из закимов довольно таки влиятельного человека чиновника поставить список лучших я отказался от публикации материала но большое спасибо тогда главному редактору он понял мы не выпустили этот материал каких-либо сделок совестью я не помню нет не приходилось я работаю журналистом потому что я могу помочь обществу конечно глобальные проблемы я не могу решить но какие-то небольшие мелкие там может средние проблемы общество можно как-то посодействовать хотя бы решению мне нравится что после написанной статьи есть реакция со стороны властей и эта проблема начинает решаться хотя бы и власти начинают обращать внимание хотя бы на эту проблему и идет движение вперед вот мне именно такой результат работы приносит удовольствие вообще я обожаю свою профессию за новые знакомства за то что я могу развиваться в этой профессии да не сидеть в своем каком-то мире а видеть мир гораздо шире вот и я могу говорить о важном то есть о том о чем например не говорили раньше в казахстане это те же темы феминизма секс-просвета и вообще всего что связано женщинами и я очень верю что наша работа она не впустую идет и я вижу это по сейчас по отзывам наших читателей мы это делаем не впустую уже сейчас есть такой какой-то маленький но есть этот двиг журналистик я даман баған біріншеден барлы ақпаратты білу отырган соған искен иел кел киет отырган она кем-то ақпарат пар со бүкіл аленды иел кетет деген мексусын чаршылын сөзелем и сон маң сол нарсиена мене зұм безуме сезін көртінен мен акпаратты білу отырганды кезгерген ортада ем неркен көсіліп сөлей аламы одангейн журналистикада енген бір Рассказы, если я был, я бы был улыбан, я бы не был улыбан, я бы был улыбан, я бы был улыбан. Сейчас мне нужно было учиться с темием, я бы хотел найти материалы, через время я бы был улыбан. И мне было очень много шесть. Вначале было мне сложновато, так как не было особой интереса именно работать шоу-бизнесом казахстанским. Но когда ты знакомишься с кухней, открываешь для себя именно творчество, открываешь для себя новых артистов, музыкантов, актеров, то ты входишь во вкус. Работа с первоисточником, расследовать все, раскапывать, это настоящий драйв. Ты видишь именно эту сущность и пытаешься придать ей форму, при этом понимая, какие у тебя читатели, обернуть все это в необходимое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok